я начинаю обожать свое хобби к слову мое хобби в данном месте вы и видите телевидение мое хобби вы мой сюжет смотрите и сегодняшний наш труд результат творчества вместе с водомером что такое водомер по сути прибор учета воды поскольку вода холодная или горячая идет к нам из насоса к слову горячая греется в котельных мы за насосы и за котлы платить то и должны вообще-то только за это теперь вопрос другой планеты из воды принципе далеко ходить не надо солнечная система и там воды сотни а может еще и в тысячи раз больше чем на земле то есть к условиям существования воды человек не имеет никакого отношения вообще никакого ему всего десять тысяч лет человечеству но в дивной россии думать типа думает об обратном все что в земле по сути народу не принадлежит а принадлежит государству только государство это что не народ ли тема малость другая то есть сколько существует наша дума дума в российской империи было 13 лет наша очень интересно 27 лет раньше в ссср мы типа выбирали депутатов на коммунистическую конференцию раньше государство а именно правительство думала о жителях ссср сегодня и государство и дума думает как сделать чтобы жизнь в россии стала в нем на году то есть жизнь 90 процентов россиян и я вычитаю жителей мегаполисов и как бы очень даже сказать то далека от идеала то бишь осталось только налог ввести на воздух потому что ничего нужного и правильного не правительство не дума не вводила до сих пор слов мы про воду что типа вода и эта часть россии хотя надо понимать что вода появилась на свет когда жизни то не было то есть дума забирает то что дал нам бог я бы сказал но господь бог то знает что если мы выбираем такую думу то грош цена этому народу вы вообще с чего-то решили это прописано в библии можно строить храмы но был один в израиле храм бога нашего а после библии было евангелие вот тогда иисус христос нас дитя единородное говорил любите друг друга вот только непонятно любит ли дума свой народ то и когда речь идет о божественности нации и это не россия можно конечно прокопать скважину но надо заплатить государству и за то сколько воды вы будете использовать вот такая наша жизнь на территории больше чем где-либо мы платим за все но с другой стороны проще даже заплатить чем жить в городе город дорогой удовольствие очень дорогое село проще и интереснее благо горы у нас рядом то а сколько воды в наших горах не пересчитать только в процессе поиска надо смотреть и делать идеальный вариант заплатить за воду прокопать скважину и жить поверьте плата за воду будет не такой большой потому что это только вода а насос вам ставит водомер вы хотели качество вот оно бывал я и видел но таких вещей я не видел в натуре в данном случае торопиться не надо в принципе в предгорьях вода есть везде по сути здесь же люди жили и не косячили да конечно предгорья славились стадами именно отсюда стада кормили и россию и весь мир мы занимались животноводством тоже что касается рожи и пшеницы здесь такого не было тоже потом решили в зоне рискованного земледелия собирать урожаи раньше любимая всеми украина было житницей то есть дыряем до водоносных слоев они бывают и на 10 метрах и ставим качественные насосы теперь о размерах копать колодцы используя уникальность не нужно если не буксовать и не работать на горе то в пределах от 30 до 90 метров будет вода иногда она вышибает иногда нет но для 7000 литров за час и менее более чем предостаточно и тут возникает вопрос так он прост у нас к несчастью зима зимой все замерзает и либо это дом на скважине либо качественное утепление тогда вода будет честно я такого не видел еще честнее вопрос другой где у нас земля и насколько промерзает от нуля до трех метров максимум дальше нет это наша земля южноуральская так что внедряем нагрев трубу и осень замерзает вода потому что насос намалась другой глубине вот она наша радость наша радость когда мы работаем с водомером он продает насосы и может качественно установить трубы я же говорил видел раньше но такого качества не было и это наш дом такой то есть средний домашний участок в идеале 16 соток больше зачухайтесь работать на 16 сотках есть все для семьи в 6 человек ну чтобы было понятно мы же за увеличение рождаемости говорит вас двое и четверо дитятков круто ну в нормальных странах с нормальными царями смысле с президентами меняющимися каждые четыре года так и есть это не про рашу но понятно и так септик газгольтер и рульзная печка в вода и 4 ветра дуйки солнечные батареи небольшие и лучшие дома свиньи коровы бараны а может и лошади естественно куры гуси утки бензопила мотоблок сколько это стоит ну в деньгах ну максимум 400 тысяч рубликов это максимум и вы независимые независимые от всего от пенсии тоже да придется работать но результат будет всегда мы работали и получали больше чем работа на дядю кто рано встает того и тапки отдыхать мы можем понимаете земля данная нам богом дает это молясь и понимаем и работы и земля нас кормит мы рано или поздно уйдем бесконечности нет смысле бесконечной жизни в нашем теле господь сказал 120 лет не более того но вера в бога говорит что дальше другой мир и время будет другим дальше времени нет поэтому не срите не убивайтесь землю работайте на благо не воруйте не убиваете живите правильно и счастье у вас будет и в этой жизни и далее